ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! На канале Даниила и Ларисы. Очень хочется похвастаться, что эти белые грибочки я насобирал сам, но нет, врать не буду. Брат приехал из Карпаты и привез нам белую грибочку. Мы уже готовили в прошлом году грибной сезон грибную юшку по-гуцульски, а сегодня приготовим классическую карпатскую грибную юшку. Понадобится нам всего ничего. Немножко белых грибок, картофанчик, морковочка, лучок и немного зелени для заправки. Обожаю белые грибы. И завтра мы еще для вас приготовим грибочки в сметане. Тоже будет очень вкусно. В общем, шапочки нарезаем вот так вот красиво. Не очень тонко, миллиметра 3-4. Чтобы они у нас в юшке юшились, чувствовались, я хотел сказать. А ножки нарезаем вот таким вот образом. Вот такая красота у нас получилась. Настоящее карпатское золото. Но, к сожалению, его сейчас становится из-за тотальной вырубки лесов в Карпатах все меньше и меньше. Если вы, друзья, бывали на Западной Украине, в районе Ивано-Франковска, Львова, то, наверное, знаете, что карпатских юшек и всяких гуцульских грибных юшек такое несметное количество. Поэтому мы выделяем из них всего лишь два вида. Это юшка со сметаной, которая готовится в основном из сухих грибов. И юшка прозрачная. Ну вот, как говорят, клер-суп, чистый суп, которая готовится в основном из свежих грибов. Вот такую мы как раз и приготовим. Морковку для нашей юшки потрем на мелкую терку. Вот на такую. Картофанчик порежем кубиками где-то сантиметр на сантиметр. Кстати, друзья, если вы не смотрели еще видео наше, как приготовить юшку из сушеных белых грибов, для вас я оставлю в описании ссылку на это видео. Очень вкусная получается. Ну, вообще, грибные юшки, приготовленные из белых грибов, как говорится, при приготовлении нашей юшки ни один шампиньон не пострадал. Это, на мой взгляд, одно из лучших первых блюд, которое придумано человечеством. Вот так вот нарежем картошечку, луковицу или, как говорят на Западной Украине, цыбульку. Порежем мелкими кубиками. Тоже со стороной где-то миллиметров 5-6. Немножко всплакнул я над луком. И осталось, друзья, последний штрешок к нашему подготовительному этапу. Как видите, все очень просто. Самая большая сложность – это насобирать белых грибов. Все остальное очень просто. Мелко нарежем укропчик. На разогретую сковороду нальем немножко растительного и немножко сливочного масла. Так грибы получаются вкуснее. Пока масло растапливается, расскажу, мы еще подготовили вермишель. Просто отварили вот такую вот обычную вермишель, а-ля привет из СССР. И вот я грибную юшку люблю с вермишелькой, но это делается опционно. Или опционально. А вообще классическая карпатская юшка, конечно же, подается без вермишели. Вкус белых грибов настолько богатый, настолько вот сильный, классный, что по большому счету загущать ее особо не надо. Но личное предпочтение, если вы любите грибную юшечку с вермишелькой, то можно отварить вермишельки и мы покажем в конце, как ее добавить. Обжариваем грибы на смеси масел до золотистой корочки. В середине процесса обжарки, где-то через 3,5-4 минуты, грибы следует посолить и поперчить. Солим по вкусу. Кстати, белые грибы, друзья, так как и шампиньоны, можно есть сырыми. Я это неоднократно делал в Карпатах. Ну и перчим тоже по вкусу. Я люблю перчика побольше. Вот Лариса как-то поменьше его сейчас насыпала. Еще чуть-чуть обжарим, еще минутки 2,5-3. Поджаренные грибочки отправляем в кастрюлю. Заливаем полутора литрами кипятка и оставляем провариться минут на 10-15. Ну, на 10. И, друзья, забыл сказать, как обычно, текстовый рецепт и полностью набор всех ингредиентов для грибной юшки вы найдете в описании этого видео. Пока грибочки варятся, приготовим зажарку. Сковородку после грибов лучше не мыть. Она сохранила ароматы белых грибов. Обжарим лук до золотистого цвета. По кухне распространяются умопомрачительные запахи, а мы добавляем в зажарку морковку. Обжариваем буквально в течение минуты, постоянно помешивая. А пока мы готовили зажарку, наступило время, или пришло время, не наступило, точно время наступить не может. Пришло время добавлять в юшку картошку. И только что приготовленную зажарку. Отправляем все это в наш котелок. Вот мы в такой керамической кастрюльке. На вкус это никак не влияет, но я люблю вот такие вот всякие карпатские вещи, всякие юшечки готовить именно в керамической кастрюльке. Перемешиваем и оставляем на 25 минут вариться на медленном огне, чтобы чуть-чуть булькало. Крышка пусть будет немножко приоткрыта, не закрывайте плотно. И маленький-маленький огонь. За 15 минут до окончания варки посолим нашу юшку. Солим по вкусу. Ну вот у нас на 2,5 литра кастрюльку уходит такая неполная столовая ложка соли. Но не забывайте, юшку можно пробовать и нужно пробовать на соль. Ну потому что соль это очень индивидуально. И заправим также юшечку двумя листиками лаврового листа. Что-то я подумал, что я не то говорю. Еще на 15 минут оставляем на медленном огне вариться. В конце варки отправляем в юшку зелень, выключаем огонь и даем ей настояться минут 15, а лучше часок-другой. Подается грибная пушка по-карпатски следующим образом. В тарелку отправляем нужное количество вермишели. Но все зависит от ваших пожеланий, насколько вы любите вермишели, а можно и без нее. Теперь стараемся зацепить побольше грибочков. Да ладно, я шучу. Это же юшка. Вот такой вот у нас вкуснейший получился супчик. Ну да, грибочков можно побольше. И сверху можно украсить свежей зеленью. Ну что, друзья, у нас получилась красота. Сейчас я продегустирую и расскажу вам, какая она на вкус. Ну что, друзья, продегустируем карпатскую юшку и, конечно же, подкарпатскую колгановку. Если вы, кстати, не знаете, как приготовить колгановку, у нас на канале есть рецепт. Итак, юшечка. Это просто фантастика. Как же я обожаю свежие белые грибы. Друзья, она настолько вкусная. Грибы такие сладкие. Это оторваться невозможно. Это просто не мечта. Ваше здоровье, вы с колгановки юшку никак. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Если у вас есть такой же замечательный брат, как у меня, и он привезет вам из Карпат белых грибочков, сделайте юшку. Если нет брата, можно два варианта тут. Либо съездить в Карпаты и купить грибочков, либо сходить на базар. Но эта юшка просто бесподобная. Сейчас сезон грибов. Я думаю, рецепт будет как раз к месту. Кстати, можно еще в лес сходить. Ну вот у нас в средних широтах белые грибы тоже встречаются довольно часто. Даже в радиусе 15 километров от Киева можно насобирать. После хорошего дождя. Конечно, надо заехать так, чтобы людей было поменьше. А то под самым Киевом грибники все вычесывают быстро. Можно насобирать белых грибочков. Юшка просто отменная. А завтра мы для вас еще приготовим белые грибы в сметане. Поделимся таким рецептом. Друзья, надеюсь, юшка вам понравится. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. А вы же знаете, мы снимаем колбасы и сыры. Так вот мы готовим для вас очень интересный сырочек. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.